Здравствуйте! Когда-то о нем слагали легенды, потом о нем забыли. Теперь он снова звучит на Самарской земле. О национальном башкирском музыкальном инструменте кубызи мы расскажем сегодня и смотрите далее в программе. Азербайджанская экспрессия и русская школа живописи. Международный день толерантности в Доме дружбы народов. От изобретений к музыке и танцам. Совет представителя татарского народа в нашей традиционной хирургике. Каждую неделю здесь звучит кубыз. В Самарском доме дружбы народов ждут тех, кто желает освоить игру на этом народном инструменте. Лилия – коренная самарчанка. Ее предки – представители Иргиза Камеликской группы башкир. Потомки древнего кочевого народа живут на просторах Волги уже несколько сотен лет. По образованию Лилия – педагог-хармейстер. Ее увлечение фольклором началось несколько лет назад, во время поездки по Башкирии. Она рассказывает, покорил ее кубыз своим необыкновенным звучанием. По-башкирски он называется кубыз. Или кумыз – это северо-восточный диалект, одинаково правильно. По-русски называется варган, данмаи – по-вьетнамски, даромб – по-венгерски, мольтромель – по-немецки. Многие народы имели этот инструмент, но не в каждой культуре этот инструмент освоился и развился, занял свое достойное место, вот так, как это произошло у якутов. Якуты здесь главенствуют. На первый взгляд, конструкция башкирского инструмента незатейлива. Основание – подковка и упругий стальной язычок. Фантазия исполнителя же безгранична. Звуки бескрайних степей, топот лошадей – все подвластно кубызу. До недавнего времени он не был заметен на большой сцене. Сейчас в России есть даже целые межрегиональные конкурсы, где соревнуются в мастерстве музыканты из разных уголков страны. В целом, если говорить про башкирскую школу игры на кубызе, то преобладает пальцевая техника. Это удобно играть мелодией. А вообще, вот если брать всю кубызную, варганную или хамусную музыку, то можно условно разделить два вида, два стиля игры на этом инструменте. Это импровизационный и имитационный стиль игры, когда изображают звуки природы. Там на горе, композиции таким образом называются, там на горе или шум ветра, что-то такое самое разное. И второй стиль – это мелодический стиль, собственно, исполнение мелодии. Кубыз – инструмент не только для души. Во время игры он массирует зубы и дёсны. Словом, полезен для здоровья. В игре в этом инструменте задействованы все органы артикуляционного аппарата. Язык. Вот для вокалистов, для начинающих вокалистов, это тоже очень полезный инструмент, потому что он тренирует мягкую, тренирует мышцу мягкого нёба, продольную мышцу мягкого нёба. Также мышцы задней стенки глотки задействуют здесь и дыхание. Кубыз – это инструмент, научиться издавать звуки, на котором можно и за пять минут. Но чтобы играть на нём, нужна только практика. Международный день толерантности открывается большим обсуждением за круглым столом. В Самарском доме дружбы народов гости из молодёжного парламента. Они пришли сюда, чтобы познакомиться со сверстниками из национально-культурных общественных организаций. Мы изучили этномозаику Самарского региона. И сегодня хотим встретиться с ребятами, представителями молодёжных национальных организаций Самарской губернии, чтобы рассказать о себе, послушать их, чтобы сегодня в ходе нашего общения состоялся диалог. И как перспектива на будущее, чтобы это не ограничилось одной встречей. И в дальнейшем мы смогли более плотно и тесно работать не только с Домом дружбы народов, но и уже с самими представителями молодёжных организаций. При Доме дружбы народов действует около пяти молодёжных направлений национально-культурных общественных организаций. Для них сегодняшний день станет началом новых проектов. Мы сегодня хотели бы рассказать о нашей организации, о том, какие задачи мы перед собой ставим, какими мероприятиями мы проводим, чем занимается полностью наша организация, как мы сплачиваем свой коллектив. И хотелось бы получить такую информацию. Мы пока не зарегистрированы официально в планах зарегистрировать и участвовать в грантах на получение финансирования наших проектов. Познакомиться, объединиться. В связи с этим у нас приходят тренеры. У нас непосредственно будут проходить тренинги. Чтобы показать молодёжный парламент, работу молодёжного парламента, мы показываем со своей стороны молодёжные секции национально-культурных объединений. И во взаимодействии на этих тренингах мы планируем всё-таки разработать совместные дальнейшие мероприятия, действия или программы. После обсуждений практика под руководством приглашённых на круглый стол психологов они учатся совместно работать. Что будет, покажет время. Но уже сейчас есть идея для будущего взаимодействия и сотрудничества. Я могу национальный слушать, могу классика, могу всех. От Чайковского, до Моцарта, всех, которые... Сколько у меня коллег всех есть по работе. Хорошо. Ну, чёрный такой бумажки, чёрный такой передоимый. Резкие, чёткие штрихи. Сквозь маски кисти отчётливо проступают очертания будущей картины. Мастерская азербайджанского художника Байрама Саламова из Тольятти. Волшебный яркий мир. Здесь витают ароматы масляных красок, кофе, льётся тихая музыка. Он любит писать по ночам. Когда не отвлекают телефонные звонки и дневная суета. Тогда и появляется идея. Получается, получится. Но смотря, как ты представляешь, а как ты хотел её видеть. Вот в мозгах он одну, представляешь. Он, когда отсюда выходишь через другой, может быть. Поэтому, как представляешь, и так и должен быть. А так, что не получился, такого вопроса времени не получится. Ну, надо доработать. На его картинах вихрь яблок, зонтов, цветов и красивых женщин. Чаще это краски солнца, красное, жёлтое. Он навсегда сохранил в себе детские впечатления от старинного азербайджанского города Шеки, где родился. Семья у Байрама была большой. Семеро детей. Сколько он помнит себя, всегда рисовал. Мечтал быть художником. В школе ему легче давались гуманитарные предметы. История, литература. А вот математику, физику, химию душа не принимала. Родители Байрама решили мудро. Не мешать ему рисовать. Художник, так художник. И после окончания средней школы Байрам поступил в Бакинское художественное училище. Отслужил армию, поступил на службу в театр. Художником-оформителем. Наверное, оттуда у него много театральных сюжетов. Поездил по стране. Пытался остаться в Москве. Но не смог. Шумно. Кстати, в его картинах вы не увидите Тольятти. Хотя художник утверждает, что любит этот город. В 90-м году приехал на один недель, и вот так получилось, что до сих пор уедем, уедем, и так остались. Судьба человека какая-то, значит, должен быть так на существо, что я очень доволен, что в этом городе я остался и живу. Работа, можно сказать, моя вторая родина. Сам художник свое направление живописи определяет как импрессионизм. Свет, нечеткие границы, яркие цветовые пятна, чистые цвета. У него свой неповторимый стиль, хотя называет он себя учеником всемирно известной школы русского реализма. Произведения Саламова находятся в разных концах света. Они есть в частных собраниях России, Германии, Швеции, Италии, Ирландии и Англии. Байрам – востребованный художник. Знает, нужно работать, и успех непременно придет. Байраму Саламову удача улыбалась не раз. Он уже давно занимается только своим творчеством, выставочной деятельностью. В прошлом году наконец-то смог открыть свою галерею. Здесь он сам себе хозяин. Но и на одном везении много не заработаешь. Труд, огромный, душевный и физический, вложен в каждое его произведение. Знакомьтесь, Ильгиз Колючев – вице-президент Самарского областного татарского общества «Тугантел», что в переводе означает «родной язык». Ильгиз Исмаилович родился в Оренбургской области, но вся его сознательная жизнь связана с Самарой. Он учился в Куйбышевском политехническом институте. Стал кандидатом технических наук, автором семи изобретений, ведущим конструктором СНТК имени Кузнецова. Его рабочий стаж почти 50 лет. Но для многих жителей нашей губернии Ильгиз Исмаилович – создатель и бессменный руководитель народного татарского ансамбля песни, танцы и поэзии. Елканлы – ешлек, пламенная молодость. Молодость в душе и в жизни. У меня есть выражение. Два инструмента должны быть у человека. Основная работа и для души работа. А вот искусство и наука, они как-то заполняли, дополняли друг друга, поддерживали. И вот так, то, что я получал от Кузнецова академика на путь, как подходить надо решить технические вопросы. Моногатемель он подчеркнул. И вот у нас получился ансамбль сразу. Песни, танцы, поэзии. Мы в один жанр не помещались. Песни – это маловато. Танцы маловато. Песни – танцы маловато. Когда их объединяешь в поэзии, это получается настоящее. Первые официальные гастроли состоялись в далеком 1970 году. Начав с небольшой вокальной группы, ансамбль за прошедшие годы вырос в большой коллектив. Среди его нынешних участников есть дети и внуки-основателей. Под руководством Илгиза Исмаиловича создано свыше 60 программ. «Мы – Волжане. Самара – родина моя». За почти 4 десятилетия своего существования ансамбль посетил все уголки Самарской губернии. Покорил зрителей Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана и, конечно, Татарстана. И меня вопрос такой задает. В чем же секрет? Вот у нас тоже ведь, этот, Татар – больше, чем даже Самарина. Почему у нас нет вот такого ансамбля? Ну, я говорю, что, ну, во-первых, Самара – это очень прекрасный город. Он расположен в самой красивой точке Волги, где вот эта Волга так красива вокруг Нижевелевской горы. И вот эта красота, наверное, отражается в душах людей. И там красивые люди тоже живут. И вот все это подтолкнуло и нас вдохновиться, набраться силы, создать вот эту красоту, ансамбль. В своей деятельности Илгис Исмаилович не ограничивается только ансамблем. Он стоял у истоков создания Самарского областного татарского общества «Тугантел» – Совет представителя татарского народа в нашей традиционной рубрике. Все мы это говорим, кто приезжает к нам, они должны, естественно, вписываться в нашу культуру, в наш быт, в наши обычаи. И только тогда, естественно, они могут вписаться и надолго оставаться в нашей стране, изучать язык наш, наши законы российские. И вот постараться жить по этим законам. Тогда все, и они впишутся, и останутся у нас в России. Я так думаю. За пропаганду народного творчества и любви к родине Илгис Исмаилович удостоен звания «Заслуженный работник культуры». Многолетняя и плодотворная работа отмечена почетными грамотами и орденом дружбы. Однако для него награды – это не главное. Его призвание – укрепление межнациональных отношений через музыку, танцы и поэзию, к взаимному уважению и согласию. Субтитры создавал DimaTorzok